здравствуйте микрофона михаил шахназаров 254 выпуск на канале шахама ты 12 апреля 2021 года 12 апреля день космонавтики 60 лет назад юрий гагарин 1 советский человек который побывал космосе первый человек на планете земля мы гордимся этим подвигом с днем космонавтики друзья ну что не было меня два дня до но я не прогуливал вот просто график такой сумасшедшие воскресенье пришлось поработать с раннего утра поехали поехали а значит на канале мета метрика на которой обязательно надо подписаться вышло интервью с константином малафеевым ссылка на интервью к описанию этого видео а магазин rockstore.ru до сегодняшнего дня включительно скидка на все футболки по промокоду шах и мат 15 rockstore.ru лучшие футболки кстати качество все хвалят кто последовал моему совету ну что вчера что-то меня дернуло за руку или за ногу я нажал на пульт и включил первую серию чикатило жуть с первых значит вот этих вот титров да ну что что я могу сказать начнем с реквизита ну вот что у нас с реквизитом создатели хотели нас погрузить в те далекие времена нашли несколько деревянных портфелей из кожзама вот сколотили значит киоск овощи фрукты прочие продукты свеженький такой думал оттуда чебур выскочит и начнет петь овощи фрукты очереди стоял чикатило да ну и приемник в нашли еще приемник в f и вот этот момент это все вот эти вот значит все вот эти предметы старины можно сказать показывали крупными планами чтобы показать это же бесценно вспомните ностальгия слезки мы столько денег потратили чтобы искать это ж не америка где строят павильоны целые машины держат специальных ангаров тех времен ну да ладно водка появилась еще русская вот это вот этот момент когда когда опер сидит в ресторане и наливает вот русская водка это рашен водка значит наклейка чашечку кофейную вот у меня просто бальзам вот так вот просто вспомнил я эти кофейные чашечки с водкой еще чайнички были но злоупотребили с продакт плейсментом почему потому что это животка только поменьше появилась через минуту а вот кстати здесь я не могу не упомянуть о динамике сериала сидит дежурный по троллейбусному парку и режет картошечку водку наливает и вот это дрочево простите продолжается под сентиментальный марш чайковского минуты три сколько вы гигабайтов пихнули в этот момент никому не нужны никому не интересны теперь к диалогам скажу так герой разговаривают ну лучше чем загораженная гопота но хуже чем умные колонки вот умные колонки они разговаривают во всяком случае я с ними общаюсь и получаю настоящее иногда удовольствие а герои сериала чикатило я не знаю кто им писал диалоги но диалоги они не то что картонные они не пластмассовые они не квадратно гвоздевые да они просто мертвые но появляется любовная линия любовная линия появляется девушка значит мент влюбляется в опера в опера который блюет который не может смотреть на эти все ужасы я не знаю если там дойдет до секса в какой-то там серии то диалог будет выглядеть примерно так героиня спросит а у вас было когда-нибудь почти ответит главный герой а у вас и у меня почти ответит главная героиня думаете у нас получится идет звучит песня пугачева если долго мучиться что-нибудь получится да ну надо ж тянуть время потом он говорит вся опер группа живет в гостинице вас туда не пустят я не хочу сразу супер группы отвечает девушка пойдемте ко мне домой а вы живете одна нет у меня бабушка а мы ее эфиром на время и все получится 48 минут перед моими глазами стоял огромный огромный кот с гигантскими яйцами и люди похожие на бурлаков они тянули эти яйца тянули за линию горизонта куда-то к пскову туда и кот визжал вот так вот режиссерская группа тянула эту серию а в конце финале на экране появился пашка задов сын прапорщика задов он повзрослел носит очки седина шапка шляпа простить повзрослел я думал что пашка скажет объявляю сезон слепых прослушиваний 134 шоу голос открытыми но он промолчал а я вот не промолчал потому что смотреть эту тягомотину было просто невозможно плохо у нас с кино к сожалению и знаете вот есть серьезно я смотрел на ну лавроненко конечно хорош до жора мартиросян убедительно а вот молодые ребята я не хочу их обидеть но правда вот мне казалось что через минуту заиграет музыка и начнется мы начинаем к вн тра-та-там тра-та-там больно обидно что с кинематографом у нас все не очень хорошо ну что поехали виктор шендерович виктор шендерович написал что его забанили фейсбуке да и знаете как вот с горечью написал значит с обидкой такой он написал это текст не жалоба на цукерберга а попытка рассуждения вслух меня опять забанили на фейсбуке и вот вам история этого ванна знаете вот смотришь когда на виктора читаешь его и думаешь и там его забанили и здесь он не нужен и там его не любят и вспоминаешь мал клоп да вонючь да прям через экран пробивает о чем пишет виктор шендерович он пишет что в шутку в шутку назвал жителей средней азии чучмеками в шутку а его за это забанили и здесь он начинает писать о том что политкорректность такая господин шендерович пару месяцев назад близкий нам человек известнейшая певица разместила фейсбуке безобидную хохму что-то там типа гозман и райхельгаусс рассуждают о будущем россии и вы тут же обвинили ее в антисемитизме на весь фейсбук хотя многие евреи абсолютно нормально люди с юмором с головой отреагировали на эту хохму а вы обвинили женщину в антисемитизме правда потом пытались отработать назад как у вас это получается но получилось таки не очень виктор а потом вы пишете что политкорректность не должна быть такой всеобъемлющий что вы говорите именно вы за политкорректность и толерантность везде и во всем я вам дам совет идите в одноклассники ведь а там так из брайтона столько намного бабушек которые я же вспоминаю ваши байки как вы пишете как-то иду по брайтона навстречу две бабушки одни спрашивают это вы тот самый шендерович конечно говорю я и тут же впариваю им два билета с наценкой за этот милый таки диалог господин шендерович страшно быть таким злобным и таким смешным для всех вас уже даже фейсбук не принимает значит надо делать выводы но вы выводы делать разучились на старости своих никчемных лет так что у нас дальше что там у нас дальше украинские тяжелоатлет ах ты какой же ты умничка и красавец да значит вот украинский тяжелоатлет решил справить свою победу в москве на соревнованиях дмитрий чумак дмитрий чумак выиграл в толчке 229 килограмм сумме двоегория 407 за его две золотые медали после победы соревнования проходили москве он опубликовал свои инсте пост строчки из песни москва который исполняет сергей шнуров кстати где сергей шнуров неужели проект сергей шнуров закрылся то есть поняли что народ не принял сергея шнурова и как бы его убрали из медиа пространства правильно и сделали так вот песня такая вчера приснился сон прекрасный москва сгорела целиком пожар на площади на красный тлеет бывший избирком никто не выжил все сгорели все пуси путин и собчак и у стены кремлевской ели горели охуенно так москва по ком звонят твои колокола москва почем твои золотые купола поет ленинград и вот этот товарищ выложил значит украинский текст этой песни но его уже назвал один из депутатов госдумы идиотом депутат свящов и я считаю это правильно кстати про идет огромный привет хочу передать владелице фонда сдая педофила они левченко анечка все только начинается привет вам идем дальше раз уж мы украинскую тему затронули я знал я знал что илья муромец алеша попович и добрыня никитич они не наши люди какие-то они совсем не наши вот допустим смотрите илья муромец на самом деле был из деревни моровск под черниговом черниговщины хлопец они из села карачарова брата алешу поповичу звали олежку олежку ведущий прямой потомок и родился он не в ростове она в украинском городе припять и добрыня никитич тоже с украины ну что я могу сказать учитывая эти факты откуда интересно каллива лафинская вот я вот тоже думаю что был украинец я думаю что украина располагалась она вот так прострелилась и large places вот этот латышки он тоже украинец все вот эти блинные герои и джордж флойд он украин был я думаю что капитан америка капитан америка который сменил орунтацию он тоже был чистый шире украинец яс каптан каптана америка я ну вот чувствуется что это же знаете кто выяснил украинские историки и филологи чувствуется есть чем заняться этим прекрасным людям украинским историком и филолог просто великолеп кстати а по поводу фейсбука будут приняты судя по всему меры адекватные для того чтобы фейсбук перестал вести такую же политику которую вел до недавнего времени twitter моргенштейн направил на поддержку детям сиротам 666 тысяч 666 рублей рэпер алишер монгер моргенштерн фонд наши дети в башкирии вы знаете они написали мы алишер мы вам просто безгранично вам благодарны очень ценим то что вам не все равно я безусловно за пожертвование но вот это число 666 666 но это явный троллинг троллинг не детского дома троллинг всех нас вместе взятых и у меня вопрос очередной господа из власти если вы убрали из медийного пространства сергея шнурова может сказать просто вытерли уже не видно и не слышно сейчас может вы уберете моргенштерна зачем злить народ зачем после к вида он и так недобр к чему вот это вот пропихивать ну еще об одной певице которая будет представлять россию на евровидении манижа заявила я не зря называю себя русской женщины я имею на это право больше всего я хочу чтобы все это искусство эти песни все мои слова привели к принятию закона который защитил бы женщин и детей от домашнего насилия уважаемая манижа вот допустим я могу себя смело назвать русским человеком и объясню почему потому что я болею за россию потому что я воспитан на русской культуре я ценю русскую культуру и стараюсь делать все для того чтобы ее не уничтожили не испохабили не очернили понимаете я ценю русский язык госпожа манижа а вы не имеете права называться русской потому что песня русская женщина это унижение русской женщины и унижение россии в целом и об этом говорит экспертиза сделанная по вашей песне поэтому я могу называть себя русской это не более чем громкое заявление которое под собой не имеет ничего абсолютно так что у нас там дальше а эртаган заявил о принципиальном решении не признавать аннексию крыма каждый пистец что-то заявляет такой только этот канал хочу перерыть хочу киноканал перерыть чтобы корабль ходил а в черный море да экологиям экологиям на сюда вот он сказал турции не намерены признавать крым частью россии а я скажу почему да турция может признать кирим не частью россии и не часть украины часть помидорный вот это вот там от пошатого он был там от пошатого только мы также решительно защищаем территориальную цель с украины сорвания турции как крым может быть только турецкий по другим быть не может это вот так что этот а ну знаете когда хотеть не вредно да могу сказать один вещь я думаю его как-то укоротят и укоротят со временем причем достаточно жестко достаточно жестко а вы знаете вот 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 еще что от канала немалахов посмотрите пожалуйста это видео такое милое дорогие гости ну прошу столу это филипп знаете вот когда я вижу такие вещи я вспоминаю слова тещи галочки которая недавно справилась день рождения на говорит детишки если я буду так чудить усыпите меня пожалуйста а киркоров чудит хотя молод еще но относительно мой ровесник ну вот как так можно одеться как так можно выглядеть как можно к себе относиться после этого серьезно я про услугу и не знаю так но что у нас туда у как у нас здесь это круто дам на министр астана тела россии сергей лавров телефонном разговоре с главой мид эстонии эва мария леми заявил что таллину необходимо решить вопроса дискриминации но на русского известного населения русского известного русских я не люблю это слово русская я не ну как то не знаю вот он уже лет тридцать до то российскими тела и такие заявления как-то русскому то считать лучше не стал значит внимание лимит было привлечено к необходимости предпринимать конкретные шаги по решению проблемных вопросов эстонии связаны с консервацией массового без гражданства но там уже нету такого масса уже пока ждали когда россия поможет уже начали принимать эстонское гражданство или брать российское но принципе может быть на это его там расчитано да у нас еще знают из эстонии не только коронавирусные новости но вот у нас очень есть это мой любимый депутат до марта хелме он создает в рейде коку группу падерский выхода из эстонии здесь главная цель инициировать соответствующую дискуссию поставить вопрос куда же идет европейский да и куда движется эстония в составе мы очень хорошо понимаем что у нас адрес немедленно посыплются обвинения в пособности кремлю что из эстонии ну конечно посыпется март давай мысль от тебя марта давай быстрее принимай вот эти решения у эстонии нет другого выбора как быть только с европой или с россией что эстония никогда больше нельзя оставаться одной это все стампы эстония останется одной когда здесь полтора человека будет жить она все равно будет 1 они убегут на восток другие убегут на запад третьи убегут на юг четвертый убегут на на вы поняли меня да но вот а мне он знаете все больше и больше нравится я бы сама вернулся и вступил в партию марта хелме и в риге кого бы тоже голосовала да за всякий выход все равно евросоюзу скоро настанет пиздец а кстати вчера альтернатива для германии тоже собрались и сказали нахуй евросоюза давайте евросоюзу все потому что оберинаются вот эти правые консервативные силы которые могут защитить наши ценности что-то сегодня их у такой заполитизировано за себя начал говорить самый как мы мы их уфта 1 дамы и николай 2 ну короче вот такие новости их у с вами но не с ними кура дырась подписывайтесь на кота костяна подписывайтесь на метаметрику подписывайтесь на изоленту на саваничи подписывайтесь подписывайтесь на шах и мат больше ставьте лайков видео в рекомендациях взлетает спасибо за внимание до скорых встреч для вас работал михаил шахназаров